У нас прекрасный августовский день, очень солнечный, очень приятный, достаточно даже жаркий. Но поговорить сегодня хотелось бы о теме не самой радужной, о мигрантском вопросе, о некотором мигрантском кризисе вообще в России, но в том числе на примере Нижегородской области и даже не столько на примере. Мы просто оттолкнемся от Нижнего Новгорода, потому что этот ролик такой, ну, скорее водный, скорее отмечающий определенные границы, определенные рамки проблемы. Начну просто с их тогда ощущений, потому что ситуация серьезная, и она идет куда-то, на мой взгляд, не туда, а уже достаточно давно. Понятное дело, что есть совершенно прекрасные мигранты, прекрасные работники. Это я сейчас делаю поправку для тех, кто очень все категорично воспринимает. И всегда пытается выцеплять какие-то только те кусочки провокационные, которые им самим нравятся. Вот, есть совершенно прекрасные работники, прекрасные люди, которые едут, которые желают ассимилироваться, которые желают интегрироваться в страну. Такие, безусловно, есть, которые помогают, наверное, нашей экономике. Еще бы они больше помогали, если бы они большую часть своих денег не переводили за рубеж. Но ситуация в том числе такая, что вот просто по моим ощущениям и по моим наблюдениям за последние годы, за последние два, три, четыре года, ситуация такая, что вот на улицу уже просто выходишь, просто выходишь, и там огромное количество индивидов, которые культурно, цивилизационно, социально не желают, во-первых, никак интегрироваться и являются чуждыми в данном плане элементами. И они чуждые не потому, что они какие-то другие в принципе, да, а они чуждые потому, что они враждебны, собственно, к той культуре, к тому народу и к той стране, в которую они приехали. Это подтверждается огромным количеством криминальной хроники, да, но на ней мы сейчас так сильно акцентироваться не будем, которые происходят ежедневно. И я, то есть иногда иду, иногда иду, и просто иду как-нибудь по парку где-нибудь, наслаждаюсь прекрасными видами, и иногда ловлю на себе просто взгляды, наполненные ненависти. Не всегда это происходит, и далеко, естественно, не каждый раз. Но я это вижу, но вы можете сказать, что это, значит, мои какие-то ощущения, мои наблюдения, я сам себе все придумал. Но есть такая упрямая вещь, как статистика, да, к ней мы сейчас перейдем, но основная проблема, повторюсь, наверное, в том, что есть такая ситуация, все, что огромное, не все, но огромное количество людей, приехавших якобы на работу в Российскую Федерацию, никакой работой не занимается, никакая работа их, в принципе, не интересует. Их интересует грабеж, преступления и противозаконные действия. Теперь давайте все-таки перейдем к цифрам, потому что у меня все ходы записаны. Теперь, чтобы, собственно, просто не быть голословным, вот мы видим, что в 22-м году в Нижегородской области прибыло более 225 тысяч иностранцев. Это рекордное число за 6 лет. Но это, собственно, просто подтверждается, что то, что я вижу, это подтверждается фактами. Это практически всегда так происходит. Далее. По данным за 23-й год. За 23-й год, кстати, цифры стали ниже. Это подтверждает тот факт. Ну, прибыло написано, что 119 тысяч, хотя такая почти в два раза разница, она меня несколько смущает. Не знаю, насколько это именно точные цифры. Но почему за 23-й год стал меньше? Вы, наверное, думаете, ну вот видите, как у нас заинтересовались, может быть, миграционной преступностью, да, и стали как-то фильтровать, ну, может быть, фильтровать, это слово как будто напугает, стали как-то отбирать людей, которые пускают в страну. Но нет, это просто показывает, насколько наши иностранные ценные специалисты и люди без национальности любят Россию, что, естественно, в период СВО стали приезжать действительно меньше. Но стали приезжать меньше не потому, что что-то у нас в государстве поменялось, не потому, что у нас стали люди по-другому несколько работать и стали работать над проблемой. Нет, потому что просто они сами стали приезжать реже. Вот также по Нижегородской области, это информация за 23-й год, более 4 тысяч иностранцев получили гражданство РФ. Чаще всего получают гражданство иностранных специалистов из Узбекистана и Таджикистана. Так, ну это просто, так сказать, информация. Также перейдем вот к федеральной статистике. Я сейчас все скопом озвучу, а потом мы, может, несколько разберем это все. И вот по данным Москальковой, это вообще-то уполномоченный по правам человека в РФ. Более 9 миллионов мигрантов из СНГ въехали на территорию РФ в 23-м году. 9 миллионов. Далее по заявлениям главы СК Бастрыкина в Москву было завезено 1,2 миллиона мигрантов только за 24-й год. Вот за нашу половину 24-го года. 1,2 миллиона мигрантов в Москву. В принципе, ну Москва, мы можем даже прикинуть, Москва у нас, ну там население в 10 раз приблизительно больше, чем население в Нижнем. Вот, ну делим как бы на 10. Примерно там 100 тысяч за полгода в Нижнем примерно должно было, в Нижнем должно было оказаться. Приблизительно. Но, естественно, это такая не самая релевантная статистика получается. Но тут еще проблема в чем, что за 23-й год статистики по-нижнему точные, я и практически нашел. И еще, что самое интересное, что данные от разных ведомств, они тоже разные. Потому что они по-разному считают. И суть в том, что вот все цифры, которые я называю, это цифры, что называется, граждан, которые легально находятся в стране. А сколько нелегалов, ну вот сколько еще миллионов мы к этому должны припрессовывать. Это другой вопрос уже. Ну и также, по данным СК, за полгода, 24-го нашего, на 5% увеличилось число изнасилований, на 25% разратных действий в отношении детей, на 55% количество преступлений экстремистской направленности. В среде, естественно, трудовых мигрантов. И это цифры все, конечно, не самые радужные, особенно удручающие. Это действительно удручающе. Это не просто негативная тенденция, это именно удручающая ситуация, что увеличивается именно преступность в той среде, о которой мы говорим. В среде людей без национальности. Потому что, ну, когда преступления совершают, они же все без национальности оказываются. И также, по данным ФСБ уже, что Украина вербует исполнителей преступлений в РФ среди трудовых мигрантов. Почему так оказывается? Почему вдруг так оказывается, что среда трудовых мигрантов оказывается плодотворной для вербовки? Тут просто есть над чем задуматься, на мой взгляд. При этом мы сейчас действительно можем видеть людей, которые у нас вот стали появляться, в том числе занимающие серьезные государственные посты, которые стали, кстати, говорить о миграционной проблеме. Но, по большому счету, даже их внимание к этому ситуацию никак не меняет. Сам господин Пострыкин говорит, что ситуация, она особо с места не сдвигается. И просто о чем это говорит? Уже глубинные процессы в государстве, они настолько завязаны, в том числе, на привлечении и на завоз людей, не готовых ни работать, ни как-то интегрироваться, что просто уже этот вопрос так не решается. Мы сейчас взглянули на картину, такую довольно общую, на общую картину. Также у некоторых людей, которые стали заниматься, кстати, миграционной проблемой, вот лично у меня просто возникает вопрос, но скорее риторического характера. У нас многие государственные деятели действительно стали высказываться о проблеме миграционной. И большое им спасибо за это, действительно, спасибо, что они есть. Спасибо, что на это кто-то, в том числе, из государства обращает внимание. Но вот так посмотришь, и там всем этим людям восьмой десяток практически уже идет. Ну, практически всем. И тут просто закрывается вопрос, а где вы были 80 лет? То есть, это вот ситуация, она только сейчас, что ли, появилась у нас? До этого у нас все было радужно и прекрасно, видимо. Где вы были 80 лет? Ну, ладно, это вопрос характера риторического. Также важно сказать о мерах, которые все-таки сейчас применяются. И они действительно есть. За последние полгода, может быть, год, участились различные проверки мест проживания, мест скопления иностранных специалистов, проверки их, регистраций. Это сейчас все проводится. Стали отправлять в большем количестве нелегалов домой. Но просто для того, чтобы понять всю ситуацию, мы должны признаться себе, что то, что сейчас проводится, и спасибо в этом плане силовикам, которые сейчас без сна, вообще где-то недоедая, недосыпая, работают. Но тут вопрос, почему они стали вынуждены все это делать, да, вдруг? И второй, второй момент, что это капля в море, к сожалению. Ну, вы представляете, вот мы сейчас все назвали цифры, вы сами имеете глаза, и можете все увидеть. Когда речь идет о миллионах, когда где-то там поймали, отловили каких-то сотню точеков, из них, ну, там, 50 человек отправилось домой. Ну, это просто в масштабах страны и в масштабах тех цифр, о которых мы говорим, это капля в море. Это капля в море. И ситуация такая, что, конечно, должно быть изменен подход по тому, кого мы в страну пускаем вообще изначально. Потому что у меня вот еще один такой момент, который довольно сильно задевает, и после которого возникает много вопросов, это а как у нас оказывается в стране люди, иногда которых ловят, людей без национальности, которые совершили преступления. И оказывается то, что... А человек вообще-то судимый был у себя в стране, и человек, оказывается, там за педофилию сидел, и каким-то образом он попадает в страну. Далее, следующий момент. Оказывается, люди совершили какие-то преступления в России, административные, возможно, это правонарушение, либо какие-то другие. Их выслали из страны, их депортировали, а в итоге там через месяц человек возвращается обратно, ну, там, через полгода. То есть как эта система работает? Ну, системы как такой нет. То есть кто хочет, заходи. А потом мы удивляемся или там задаемся вопросом, а почему у нас вот преступность в миграционной среде растет? Ну, а может, мы будем вообще смотреть, кого мы пускаем для начала? Потому что, ну, иногда, иногда, по одному виду понятно, то, что, ну, вот, человек не должен был быть пропущен. Иногда. Иногда внешность обманчива, но... Не всегда. И в данном случае можно сколько угодно говорить и про дружбу народов, вот, которая нам досталась в наследство от Советского Союза, да, от дедушки Ленина, правда, где вот дедушка Ленин и где сейчас Советский Союз. Но этот интернациональный подход, он нам достался в наследство. Можно говорить о том, что у нас общекультурный код. То есть сейчас разные заявления делаются, да, правда. Ну, какой у нас общекультурный код может быть, когда практически во всех, может, за исключением Беларуси, хотя и там надо посмотреть, что именно там преподается. Во всех, практически во всех странах бывшего Советского Союза, во всех республиках, в школьной программе по истории рассказывается, какие русские угнетатели, как они пришли, всех захватили, всех поработили, навязали там свои какие-то правила. Ну, вот, не говорится же то, что им там, ну, я не знаю, медицину принесли, то, что такое там понятие, как высшее образование у них, в принципе, появилось в тот момент, когда эти территории были присоединены к Российской империи. То, что там технологии стали появляться. То, что им дали язык, как инструмент подключения к цивилизации вообще. Язык – это буквально как вот трекер, который подключаешь, да, и тебе сразу огромное количество информации, литературы, научной литературы, научных работ и исследований. Но вот об этом не говорится. Рассказывается, как русские пришли и всех поработили. Можно, конечно, продолжать жить вот в этих иллюзиях. Иллюзиях, значит, про общую, я не знаю, про общий там Советский Союз, вот как мы там все вместе жили прекрасно. Можно, можно тешить себя этими иллюзиями. Но ситуацию это не меняет. И также не меняют ситуацию определенные журналашлюхи и телевизионные проститутки, которые сидят и рассказывают, что виноваты и разжигают ненависть. Есть граждане, которые говорят о проблеме, которую они замечают, о тех угрозах, которые они видят. Вы просто вдумайтесь, вдумайтесь в бред этих телевизионных проституток. Причем, ну, там абсолютно разных полов люди представлены. Ну, двух основных. По заявлениям которых, разжигая в данном случае определенную там ненависть, да, и вносит дестабилизацию в жизнь государства. Не люди, которые совершают преступления, которые приезжают, изначально ненавидят народ и страну, которые не собираются, в принципе, нигде трудиться, а их интересует только их, собственно, безнаказанность. И когда они приезжают сюда, чувствуют себя хозяевами страны этой, потому что им так рассказали в их школах. То, что им рассказали в их школах, что русские им должны по факту. Потому что русские угнетатели плохие. И виноваты не они, и не люди, которые на всем этом обогащаются, не коррупционеры, не чиновники, которые закрывают на все это глаза. А виноваты, оказывается, граждане, которые заботятся о своей безопасности и говорят о проблеме. Ну, это маразм. Вы просто вдумайтесь в этот бред. И нам вот это пытаются скармливать, скажем так, определенные тележурналисты и ведущие низкой социальной ответственности явно. И какой итог здесь можно подвести? Ситуация действительно патовая, и патовая она уже сейчас. И, к сожалению, просто какими-то рейдами и по отправлению 20 каких-то нелегалов из страны эта ситуация не изменит. И меняться она должна в корне, потому что иначе вот те тенденции, о которых мы говорили, они будут только усиливаться. Усиливаться, и страна будет продолжать заполняться людьми, которые имеют чуждую культуру, чужды цивилизационно. Но это, в общем-то, с чего мы начинали. Которые не хотят интегрироваться. И при этом у нас в том числе еще, видимо, какие-то многие лица. У нас почему-то принято считать, что это не мигранты должны ассимилироваться. А это, видимо, местное и коренное население должно ассимилироваться под культурные нормы мигрантов. И вот пока этот подход, он не будет изменен в корне, то ситуация будет только ухудшаться. Так, ну это у нас был такой достаточно вводный, вводный о проблеме ролик. Посмотрим, что вообще из него получилось. И уже это ваша задача, не моя. Моя задача определить контур проблем. И ваша задача уже все это распространять. Ваше. Поэтому подписывайтесь, в том числе на телеграм, на ютуб, наверное. Пока мы тут еще живем. Спасибо за внимание.